Серега согнул спину, пожалуйста, я закрою, дальше буду работать на закрытие треугольника. Это вещь такая, когда соперник вам помогает выиграть схватку, бывает такое редко. Но если это купленный аниматор специально? Да, если это купленный специальный аниматор, то вы можете на это надеяться. Сегодня мы посмотрим нормальный треугольник, как сделать нормальный треугольник. Все в принципе тоже самое, вы можете выбрать любой удобный вам захват, какой вам нравится. Допустим, мне подходит и вот такой захват, он тоже весьма удобен. Любой захват, в котором вы контролируете человека. Самый, наверное, простой способ закрыть треугольник, взять человека за два рукава, лишить его возможности проходить ваш гад. То есть, Сергей пытается неусловно пройти гад, мне это не нужно. Я забрал его руки и вместо того, чтобы искать свип в открытом гаде, я закрою треугольник. Самая простая фишка, я не знаю, работает, по-моему, с тех пор, как придумали треугольник. Вы упираете ногу в таз, ни в коем случае не в пол, однозначно в таз, потому что ваш соперник может стоять. От этого ничего не меняется. Вы упираете ногу в таз и накидываете свое бедро ему на сонную артерию. Вот, вы накрыли ему сонную артерию, садись. Вот, одной ногой вы накидываете ему сонную артерию, все. Ловушка, в принципе, закрыта. Вы прикрыли колено второе плечо, пятый вы опустили его, давите к себе. Теперь, в принципе, чтобы по технике сделать треугольник, вы его держите за голову и начинаете закрывать. Здесь все у вас есть, только поднять нужную ножку и закрыть треугольник. Сейчас мы не будем там углубляться в аспекты финиширования. Сейчас мы сделаем просто 20 раз такое движение. Мы упрем свою ногу в таз, поднимем ногу, свой уже таз, накидем треугольник и закроем. В одну, в другую. В одну и, соответственно, самым главным движением будет поднятие таза. Какие вопросы возникли? Шея, а вот ты сразу угодишь, да? Руки я увожу не сразу, руки я увожу в конце. Это принципиально важно. То есть, если я закидываю в одну сторону треугольник, то руки я веду в другую сторону, да. Всегда, ну, это, в принципе. Но он их продолжает контролировать обе. Да, я их ни в коем случае не отпускаю, я их держу за последнюю. Скинули бедро. Закрыли. Вот. Чтобы треугольник закрылся, чтобы не было вот такого дерьма. Что вам нужно? Вам нужно развернуть. То есть... Нет, смотри. Вот у нас сейчас такой треугольник. Разворачивая свою ногу, ты видишь, как меняется размер вот этого отверстия? То есть, разворачивая свою ногу, я уже закрываю максимально, и мне остается перекинуть ножку, и он закрывается. То есть, вот здесь мне его нужно раскрывать, перекидывать. Ну, есть такие четы, я не знаю, или как это назвать. Чуть-чуть развернул. Мне, во-первых, чтобы перекинуть, мне ее просто приподнять надо, она закроется. А во-вторых, я уже сокращаю, поддавливаю. Места остается все меньше и меньше. Вот аспект номер один. Хоп. Раз. Два. Треугольник закрыт. Теперь, чтобы до души, не хватая голода. Самый простой способ, я беру за башку и затягиваю все. В принципе, ничего нового вы не придумаете. Но вы должны уметь себе максимально облегчить задачу посредством ваших ног. Все-таки треугольник это тот прием, который вы закрываете ногами. Если треугольник не закрылся, вы повторяете вновь и вновь ту же самую опцию. Вы разворачиваете бедро и закрываете сильнее. Разворачиваете бедро и закрываете сильнее. Треугольник накинули при условии, что у вас хороший треугольник. Если у вас дерьмовый треугольник, вам в любом случае придется воевать за голову. Этот вариант мы будем чуть позже рассматривать. Сейчас мы рассмотрели все-таки то, что у вас получилось закрыть треугольник. Такой спокойный треугольник. Развернули бедро, закрыли. Соперник сдался, развернули бедро, закрыли. Развернули бедро, закрыли. Развернули, закрыли. И потихонечку вы подсобираете. Раз, два, раз, переползли. Развернули, переболзли. То есть, в принципе, это можно и с вот сыпой, да? Да, если вот, он у меня совсем закрытый, я отсюда, ну, начинаю. То есть, у меня получилось слово раз, два, раз, два. Попробуем? Раз, два. Во. Вот, сейчас мы рассмотрели, в принципе, вкратце, как закинуть треугольник и задушить без помощи твоих рук. Вот. Отсюда что-то. В принципе, у нас максимально то, что нам нужно рассмотреть, у нас есть. Чтобы ему защититься, он будет подниматься вверх. Чтобы он не поднимался вверх, нам нужно держать голову. Чтобы его задушить, нам нужно держать голову. В принципе. Вот и все. А секрет на секрет? Да и никакого секрета нет. Секрет в том, что, если ты хочешь делать хороший треугольник, закинь его сразу, нормально. Вот если вот этого движения не будет, если будет вот это движение, как многие любят показывать, я даже не знаю, как это сделать. Вот так вот убиваешь, и вот так. Теугольник сразу должен быть хорошим. Вот. Если бедро лежит вот здесь, вот это не обоверху бедра, то в принципе мне здесь уже нечего закрывать. Я могу его вот так вот попробовать за душу. Это получится. Убочка получится. Суть в том, что... Но ничто не мешает попробовать. Внутреннее, с внешней стороны, мне ничего не стоит. Если я отпущу руку, если я отпущу руку, все провагается. А если ты уже закрыл руки, можно отпускать? Правильно? Загол уже? Да. Когда я уже закрыл... Конечно, там не то, что можно, там нужно, ты будешь тянуть за башку и вот. А то все закончится. А ее не надо композировать. Ну да. Отсюда у вас функционально там раз, два, что угодно. Вы можете наловать ему там все конечности. Но самое главное, закрыть треугольник. В принципе, там если собрать большинство там соревновательных схваток, которые я выиграл треугольником, я их выиграл не треугольником, а прочего в локте. Вот. Делаю я его из треугольника. Вот. Теперь перейдем к треугольнике из закрытого гарда. Я не люблю эту фигу, хотя все свои схватки я валяю в закрытом гарде, но в первую очередь я ищу свип. Не раскрываю я ноги, только потому что мне стремно, что у меня гард пройдет. Вот. Поэтому там мы ищем свипы. Вот. И мы соперника должны обмануть. Чтобы обмануть соперника, нам нужно начать делать наш треугольник. Мы его дергаем, всячески раскачиваем, и тут я отпускаю его руку, условно, и пытаюсь его перевернуть. Перевожу вот в эту сторону. Кто видит треугольник? Вот. Я показываю. Вот. Я работаю своими ногами. Мне его нужно раскачать, держать диском. Тянул, перехватил. Вот он у меня запад. И я его со всей силы швыряю в ту сторону, отключить которую руку мне необходимо. То есть, если он не будет убирать руку, держи. Если он не будет убирать руку, этот свип, по-моему, называется балалан, я не знаю. Ну, Легоров, флавер, да, если вы чуть-чуть подкрутите. Можете его там торнадо даже назвать, я не знаю. Вот. Вот. Но будем думать, что соперник у нас не совсем дурак, и скорее всего он упрется рукой. Все. Вот здесь вы оперлись на бедро, и вы так же накидываете свой таз. Все, накидываю. Дальше работает та же самая тема. Дальше. Раз. Два. Три. Поехали, попробуем. Раз. Два. Три. Три. О! О! Одинчик. Я против подборода. Вот у меня есть треугольник. У меня здесь, условно, хорошее давление на этой артерии, здесь я еще его не добиваю, здесь мне нужно его закрыть. Но! При подбороте я распределяю свое давление равномерно, между своими руками. И вот здесь мне уже негде закрывать, мне негде ползти. То есть у меня есть вариант, там остается, я не знаю, я руку, наверное, ломать буду. Потому что если вот отсюда у меня треугольник не закрывается, я не могу придумать вариантов, чтобы его закрыть ногами, нежели как затянуть загон. А когда вот здесь я ему, перпендикулярно, когда вот здесь я ему создал все уже, здесь уже все закончено, я просто напрягаю это, как мышца называется, я просто ее напрягаю. Чувствуешь давление? Я просто напрягаю мышцы. А вот здесь я могу додавить, дособрать. И в принципе вот, я ногами додушую. У меня вот такое мнение. Подворачиваясь, я равномерно распределяю, вот здесь уже мой треугольник не уменьшится, а вот здесь, в этой плоскости, я могу его уменьшать. То есть да, в принципе, можно было и так объяснить. Моя нога вот здесь, а вот эта вот ходит. А вот отсюда услугу, ей некуда коней, потому что она упирается к нашему. Давай посмотрим, в принципе, последний из вариантов, когда мы уже в тупом, запертом гарде, и мы начинаем там воевать друг с другом. с ними будем бороться, он будет брать захваты, скорее всего, он будет пускать захваты. Мне нужно собраться под его руку, чтобы ее прокинуть. Я ее прокидываю и забираю. Забираю таким образом, чтобы схватить через его подмышку его отворот. Все, здесь я человека зафиксировал, своего соперника, и как бы он не хотел, но, блин, ему будет тяжело, если честно, уйти отсюда. Вот. Что я делаю дальше? Дальше у меня два варианта, кому какой больше нравится. Единственный вариант, в котором вот работает, по моему мнению, вот этот вот треугольник, когда мы убираем через запястье ногу. вот здесь я могу ее убрать и перекинуть. Второй вариант. Под колен. Я делаю креветку и также перекидываю ногу. Вот. И здесь начинается наша война за треугольник, уже за ручей. Итак. Подтягиваю его к себе руками, подхватываю руку, беру за отворот. Здесь неплохое давление. Я все время, ну, все время, обычно, держусь за запястье. и через креветку засовываю. Ну, они осуждают вот такой гулянт, когда берете запястье и просто убираете ножки. Вот. Все. Отсюда вы... Залопал. Вот. Он еще костяшками прям ударит. Извините. Этого я не учитываю. Люблю вот отсюда, кстати. Вот даже душу. Вот. Ну, это, финальная часть. Вот. Отсюда что нам остается? Переносить руку и делать то, что мы делали всю тревогу. Итак. Два варианта. Что нужно? Всегда у нас работают ноги, у нас работает рука. Вот. И теперь опционально. Либо это запястье прокидывать, либо это запястье. Либо это запястье. Можно и спередкать, и закидывать клювы. Кому какой-нибудь больше нравится, вы видите, не спасаясь. Кто считает? Раз-два. Он может даже держать тебя за спину, естественно. Чтобы максимально себя облегчить эту дорогу, тебе нужно поднять так с высоко. Первое, что ты подъедешь, потому что ему наизлом рука немножко пойдет. Он, наверное, попытается в первую очередь сам убрать. Ну, либо он ее туда спрячет, ты тогда пойдешь за умоплата, или за умоплата идешь с кемом. Вот. Но, скорее всего, ты себе помочь. Вот таким образом. Таз поднимается, ручка переносится. Несколько вариантов, как добить человека в треугольнике, если у вас не получается его задушить. Первый вариант. Короткие ноги, треугольник не закрывается. Вот у вас такая вещь есть, но соперника своего вы уже поймали. Разрешено детям, белым поясам, там, я не знаю, скорее всего, у инвалидов тоже. Своими руками мы хватаем человека под ногами, тянем к себе. Вот. Обожаю так делать. В принципе, делается в двух направлениях. Я его тяну к себе. Можно просто сжимать. Просто сжимать, мне кажется таким, более ммм способом. Я вытягиваю обычно. Я предпочитаю это подтягивать к себе. Получается, но обычный треугольник. Вариант номер один. Вариант номер два. Запястье. По белым поясам нельзя. На всякий случай. По белым поясам нельзя. Рычаг локти. Так, что тут еще? Вот эта рука, это... Мне кажется, это слишком сложно. Да. У меня получалось несколько раз на самбейсных на дня борьбы. То есть на пунктамютах, которые там как мы были не готовы. Вот. Какие еще у нас есть варианты? Мне очень нравится вот эта рука. Я вставляю сюда кулак и... И... Запястье, да? Не, просто кулаком. Прям кулаком давишь? Главное, что... Да, да. Главное у тебя должен быть захват загиб по правилам. Могу правой рукой. То есть... Удобнее вот этой. Могу вот этой. Вот. Этой нравится больше. В принципе, я думаю, достаточно. Давайте вот этот способ попробовать обхватывать. А вещи с кистями пробовать не надо. Вдруг на других надо пробовать складку. Вот. Они работают. Поехали. Раз, два.